Десятиклассники, здравствуйте! Продолжаем изучать историю России, историю Советского Союза в 20-м столетии. 39-й видеоурок, тема «Восстановление страны после Второй мировой войны и мирная жизнь после войны». Возвращение к мирной жизни было трудным. Необходимо было восстанавливать множество городов и сел, восстанавливать народное хозяйство. В руинах лежали десятки тысяч промышленных предприятий. Резко упал уровень промышленного сельскохозяйственного производства. В городах и селах крова лишилась 25 миллионов человек. Это только официально, а реально эта цифра была значительно выше. Национальное богатство страны уменьшилось на треть. Органы государственного управления военного времени надо было срочно, быстро преобразовать в органы управления, направленные на возвращение к мирной жизни. И только в 1946 году был ликвидирован Государственный комитет обороны. Совет народных комиссаров переименовали в Совет министров Советского Союза. Пост председателя правительства Иосиф Сталин сохранил за собой. Новыми членами Политбюро стали Маленков, Берия, Вознесенский. Калинин уступил в пост председателя Верховного Совета СССР Шквернику. Хотя война и закончилась, советским войскам, а также спецслужбам, вплоть до 1950 года приходилось продолжать борьбу с националистическим подпольем, бандами, представленными, прежде всего, организацией украинских националистов ОУН, которую возглавлял Степан Бандера, а также лесными братьями, антисоветскими вооруженными формированиями, действовавшими на территории Литвы, Латвии и Эстонии. После окончания военных действий началась демобилизация армии. В июне 1945 года Верховный Совет СССР принял закон о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии. К мирному труду вернулось почти 9 миллионов человек. На основании решений Ялтинской конференции, руководителей антигитлеровской коалиции, западные союзники вернули советским представителям из своей зоны оккупации почти 2,5 миллиона человек. Из них 960 тысяч бывших военнопленных. Всего же в Советский Союз было репатриировано более 5 миллионов человек. Их труд также использовался в народном хозяйстве. За годы войны советскими войсками было взято в плен почти 4 миллиона военнослужащих германского блока и 600 тысяч японцев. Они также стали источником пополнения рабочей силы в Советском Союзе. В марте 1946 года был принят 4-й пятилетний план развития народного хозяйства на 1946-1950 годы. Основные задачи пятилетки состояли в восстановлении пострадавших районов страны и превышении довоенного уровня промышленности и сельского хозяйства. Благодаря трудовому подъему советских людей, использованию репараций от побежденных стран, К концу пятилетки промышленной стране превзошла довоенный уровень, притом очень существенно, почти на 73%. Было восстановлено и построено заново свыше 6200 предприятий. Но задания пятилетнего плана по сельскому хозяйству провалились в следствии недостаточного финансирования и миграции сельского населения в города. Ситуация обострилась засухой 1946 года, охватившей все зерновые районы страны, что привело в ряде регионов к голоду 1946-1947 годов. Война изменила полувозрастную структуру населения страны. Резко уменьшилась численность мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Советский социум приобрел женский облик. Возросли безотолщина, безнадзорность, беспризорность. Повысился уровень преступности, что явилось неизбежным отголоском войны. После окончания войны произошла отмена чрезвычайного трудового законодательства. Были восстановлены 8-часовый рабочий день, восстановлены отпуска рабочих и служащих. В декабре 1947 года была отменена карточная система и одновременно проведена денежная реформа. К рубежу 40-50-х годов жизнь стала налаживаться. На люди все еще ходили в военных шинелях и ватниках, не имея денег на покупку нормальной одежды. Затоваривание части продукции давало возможность периодически снижать цены. В целом, социальная политика советского государства в период позднего сталинизма характеризовалась отменной чрезвычайных мер, введенных в годы войны, и низким уровнем жизни большинства населения страны. Политическая и общественная жизнь в стране протекала бурно. В 1946 году прошли выборы Верховный Совет Советского Союза, высший орган власти в советском государстве. Явка на выборы составила 99,7% от всех избирателей. 99,2% проголосовавших отдали свои голоса за предложенных кандидатов. Выборы носили, конечно же, во многом формальный характер, однако их результаты свидетельствовали о наличии массовой социальной поддержки существующего строя. Об этом свидетельствовал и рост численности Коммунистической партии. Несмотря на потери в годы войны, ее ряды возросли до 6 миллионов человек. Социально-психологическая обстановка в стране после окончания Великой Отечественной войны оставалась неоднозначной. С одной стороны победа еще больше усилила режим личной власти Сталина, с другой стороны с фронта винулись победители. Среди народа распространялись надежды на лучшую, сытую, довоенную жизнь. Спасибо за внимание. На следующем занятии в видео уроке 40 мы с вами изучим внешнюю политику СССР и начало Холодной войны. До свидания. Продолжение следует...